Причин, которые заставляют женщину прервать беременность, много. Ушел ли муж, не хватает денег, родители против того, чтобы их дочь родила вне брака. Но согласитесь, это все-таки не важно, если страшное решение уже принято. Не надо осуждать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Им просто нужно помочь, призывает митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Специализированный епархиальный центр помощи семье и детям действует в Зеленом городе уже несколько лет. У нас центр такой противоабортной деятельности, реабилитации семей в тяжелом положении. Стационар в Зеленом городе, где мы принимаем туда молодых женщин, которые попали в трудную ситуацию. Они беременные, их подталкивает жизнь близкие к тому, чтобы они сделали аборт. Мы их уговариваем, упрашиваем, убеждаем, чтобы они этого не делали и рожали детей. Мы их не просто занимаемся уговорами и профилактикой, а им жилье, пропитание. Про то, какую помощь в центре «Быть мамы» получают отчаявшиеся нижегородки, мы уже рассказывали в наших сюжетах. Теперь помощь смогут получить и в Автозаводском районе. Владыка Георгий освещает новые здания епархиального центра на улице Дружаева. Во имя Отца и Сыны и Святого Духа, а как привезли священное векство, да притворится все лукаво бесовское действие. Беременные, которым негде жить, и молодые мамы с младенцами на руках, те, от которых отказались родные и близкие, смогут получить здесь моральную, денежную, психологическую поддержку и медицинскую помощь. Также каждую неделю с ними ведет беседу священник. Здесь будут работать и волонтеры. «Мы думаем, что этот центр будет объединять для себя еще волонтеров Автозаводского района вокруг темы. Даже простая пример привезти сюда на экскурсию предпринимателей, которые посмотрели, и что они могли бы оказывать помощь, которой помощь до конкретных людей доходилась. Безусловно, в ближайшее время сюда приведут женсовет Автозаводского района, потому что взаимодействие женщин с этим центром очень важно». Помочь нуждающимся можете и вы, наши зрители. Телефоны центра видите на экране. Молодые мамы, которые сюда обращаются, как правило, приходят с ребенком на руках, без смены одежды, без каких-либо средств к существованию. С пустыми руками приходят и беременные. В центре будут рады любой помощи, начиная от продуктов питания до средств личной гигиены. «Если кризис, первое, с чем приходит мама, мне нечего есть, мне нечем кормить детей. Поэтому гуманитарная помощь, она обязательно. Редко кто приходит просто к психологу или просто поговорит со священником». Ежемесячно помощь здесь получают около 200 нижегородок. В целом за годы работы центра удалось сохранить и жизнь более ста малышам. Наталья Лисова, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ.